Работники подмосковной прессы, радио и ТВ съехались на седьмой благотворительный балл журналистов. Единомышленники, друзья и коллеги провели два насыщенных дня в городе с богатой историей. В Клину акулы-пера увидели, как создаются елочные украшения, побывали в гостях у композитора Петра Чайковского и на известных промышленных предприятиях. Что такое балл журналистов? Это уникальное событие один раз в год. Акулы-пера съезжаются в одно место для того, чтобы нет, не работать, чтобы встретиться с единомышленниками, поделиться впечатлениями с друзьями и, наконец-то, отдохнуть. Ну что, Клин, встречай! Отдыхать, не работать. Из года в год балл прессы проходит именно под таким девизом. Отложив диктофоны, ручки и блокноты в сторону, журналисты меняют обстановку. Многие коллеги даже оказались по ту сторону баррикады, побывали на месте своих спикеров. Я участвую в четвертый раз и когда-то союзом журналистов я была уже в Клину, была в доме Чайковского, Гайдара. Мы уже, во-первых, увидели много снега, это радует, у нас поменьше снега. Мы хотим увидеть, конечно, сказку новогоднюю. Настоящий праздник жизни – повод отметить День российской печати для тех, кто обычно в красные дни календаря в самом эпицентре событий. Профессия у нас такая. Профессия наша серьезная, она чревата эмоциональным и всяким иным выгоранием. Поэтому праздник мы организовываем уже в восьмой раз. И эта традиция родилась по инициативе коллег. Журналист должен видеть свой, знать хорошо свою страну, свой край. Именно поэтому каждый раз акулы-пирасы всего региона открывают для себя новый город. Маленький, но такой колоритный клин в 700-летней истории встретил гостей в Клинском подворье. Единственный музей елочной игрушки в России – гордость округа. Он расположен на месте старейшего цеха по изготовлению украшений. Ему уже 133 года. Здесь интересно каждому посетителю, вне зависимости от возраста. Экскурсии театрализованные, повествование идет от лица волшебных персонажей. Окунуться в сказку с головой – это точно про Клинский музейно-выставочный комплекс. Впечатляет и создание елочных игрушек. Журналисты увидели весь процесс их производства. От того, как выдувают украшения, а это первая категория опасности для работников, до того, как от руки человека фигурки превращаются в красивейшие произведения искусства. Ручная работа здесь на каждом этапе. То, как художники кропотливо расписывают игрушки, завораживает. О, а вот и сам щелкунчик! А спраздновать новогоднюю ночь в Клинском подворье можно даже летом. Главные зимние волшебники готовы исполнить желание и водить хорободы с гостями круглый год. Именно бал здесь в первый раз, потому что их было в истории Подмосковья не так много. Это место одно из самых ярких знаков сейчас для Клина, для его гостей. Они должны останавливаться и здесь побывать, потому что я не знаю людей, которые побывали здесь, не захотели бы сюда вернуться. Не только здесь захотят побывать снова журналисты. В календарь событий на год грядущий обязательно попадет и крупнейший пивоваренный завод, расположенный в Клинском округе. Еще одно большое производство муниципалитета – завод бытовой химии. В конвейерном цехе представители четвертой власти вдохнули все самые популярные моющие средства. Уже совсем иные ароматы цветочного вальса вдохновили мастеров пера на творческие подвиги. И как иначе? Следующая точка на карте бала журналистов – музей-заповедник Петра Ильича Чайковского. Кто такие люберчане, кажется, известно уже во всем мире, в частности, благодаря известному скульптору. Александр Рожников сотворил и этот шедевр великого композитора Чайковского. Одному из крупнейших мемориальных музеев страны исполнилось 125 лет со дня основания. В первые дни после смерти Чайковского его младший брат Модест решил сохранить неприкосновенность дома и создать здесь музей великого русского композитора. И у него это получилось. Сейчас в усадьбе все, как было при жизни Петра Ильича. Кстати, вот кадры того самого раза, когда съемочная группа ЛРТ побывала здесь во время автопробега Союза журналистов Подмосковья в 2015 году. Руки великого творца касались этого инструмента. Именно за ним он написал свою знаменитую шестую симфонию и многие другие шедевры, которые навсегда стали классикой. Все в этой усадьбе буквально дышит музыкой. Именно здесь, в Клину, он написал оперы-чародейка, пиковая дама, балеты-щелкунчик и спящая красавица. Я стараюсь ездить каждый год на эти балы благотворительные, журналистские. И считаю, что это надо делать журналистам, потому что это прекрасная возможность встретиться со своими коллегами, увидеть новые города Московской области. Так сами мы редко бываем, а это замечательная возможность, которую нам предоставил своих журналистов Подмосковья. Теперь корреспонденты, операторы и редакторы делятся впечатлениями от незабываемой поездки через свои сюжеты, посты и статьи. Ведь слово «скожно» точно не проклин. И наверняка у вас уже возник вопрос, а где же сам бал? Ну а это совсем другая история, которая осталась за кадром. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий.